Сила мысли Мысль – это специфический, универсальный инструмент. Именно с помощью мыслей мы создаем наш уникальный мир. Деньги, дома, дороги, отношения с людьми – все это было сначала мыслью. Когда появляются мысли, она формирует определенные способы поведения человека, которые позднее воплощаются в материальном мире. Таким образом, наш мир является отражением наших собственных мыслей. Но прежде чем мысль материализуется во что-то конкретное, она проходит определенное превращение. Как часто то, что вы хотели в жизни, превращалось в реальность? Вспомните прямо сейчас. Особенность нашего мозга Мозг не очень-то хорошо различает реальность и фантазии. Если вы представите себя где-нибудь на море под пальмой с холодным коктейлем, погрузитесь в это переживание, то ваш мозг будет вести себя ровно так же, как если бы вы действительно были на море с коктейлем. Такое свойство мозга приводит к тому, что можно даже накачивать мышцы. Просто силой мысли. Доказано опытным путем. Разница оказалась между теми людьми, кто реально накачивал мышцы в жизни, и кто в мыслях, всего лишь в 25%. Мысли можно менять объекты. Словом, можно менять объекты, как в положительную сторону, так и в негативную. Это уже научная реальность. А вот мысль имеет такую же силу или нет? Как вы считаете? Есть простые эксперименты у биологов. Американский ученый и селекционер-генетик Лютер Бербанк в ходе многих экспериментов по скрещиванию вида не мог убрать иголки у кактуса. Он разочаровался. И тогда без выходности стал разговаривать с кактусом, уговаривая его убрать колючки. И, о чудо, кактус его услышал, стал скидывать иголки. И в ряду поколений ученый полностью избавился от иголок только лишь словом. И по сей день этот кактус живет. Это говорит о том, что добрые слова творят чудеса. Другой эксперимент. Есть группа российских ученых, которые мысленно задавали растениям форму отлично от их природной. То есть программировали себе нужные формы листочков. И в итоге получали желаемый результат. Как влияет на человека чтение какой-либо литературы? Из журнала «Сельская новь» статья «Не убивайте матом хромосому». Влияние мата. Молекулы наследственности получают акустическую, световую и вибрационную информацию. Например, молчаривое чтение доходит до клеточных ядер по электромагнитным каналам. Один считаемый позитивный текст оздоравливает наследственность, а другой ее травмирует. Но еще более интересное заключение. Ученые после экспериментов сделали о влиянии мата на все живое. Мат разрушает клетки на генном уровне. П. Огоряев, ученый в области волновой генетики, утверждает, что с помощью словесных мыслей форм человек созидает свой генетический аппарат. К примеру, ребенок, взявший от родителей определенную программу, начинает дебоширить, сквернословить. Тем самым он разрушает себя и свою среду, как социальную, так и психологическую. И этот снежный кум катится из поколения в поколение, приводя к деградации человечества. Смелое утверждение, не правда ли? Мы сейчас это рассмотрим в подробностях. Разные ученые однозначно отвечают. Бранные слова взрываются в генетическом аппарате человека, в средстве чего происходят мутации, которые поколение за поколением ведут к вырождению. Горяев изобрел аппарат, который переводит человеческие слова в электромагнитные колебания. Он увидел воочию, как влияет мат на молекулы наследственности ДНК. Если человек ругается, не переставая, его хромосомы начинают рваться и гнуться, гены меняются местами. В результате ДНК начинают вырабатывать противоестественные программы. Ученый зафиксировал, что бранные слова вызывают мутагенный эффект, подобный тому, что дает радиоактивное обучение мощностью в тысячи рентген. Эксперимент с облучением негативными словами много лет проводился на семенах растения арабидопсис. Почти все они погибли, а те, что выжили, стали генетическими уродцами. Эти монстры, перенеся множество болезней, передали их по наследству. Через несколько поколений потомство полностью выродилось. Но некоторые люди утверждают, что все зависит от эмоциональной окраски того, кто произносит бранные слова. Ведь некоторые разговаривают матом, даже читают лирические стихи, и считают это нормально. И таким людям есть что сказать. Есть научное подтверждение, что этот факт не влияет на результат. При экспериментах мотогенный эффект не зависел от силы слова. Они могли произноситься то громко, то шепотом, то спокойно, то на эмоциональном взрыве. На этом основании ученые сделали вывод, что определенные слова обладают информационным воздействием на ДНК. Все дело в информации, которую несет слово. Для убедительности был проведен прямо противоположный эксперимент. Ученые благословляли убитые радиоактивным облучением семена, говорили им добрые слова. И перепутавшиеся гены, разорванные хромосомой и спирали ДНК, встали на свои места и срослись. То есть, говоря человеческим языком, убитые семена оживи. А ведь генетический аппарат всех живых организмов работает по универсальным законам природы. Например, ДНК мыши и свиньи схож с ДНК человеком больше, чем на 90%. А на них также производились эксперименты и результаты одинаковые. То есть, то же происходит и с человеком. Вот так постепенно потомство передается программа самоликвидации. Скептик может усомниться, как обычные слова могут влиять на наследственную программу. Дело в том, что представление о генетическом аппарате, состоящем только из химических веществ, устарело. Новая наука, волновая генетика, автором которой является Петр Петрович Горяев, свидетельствует, ген – это не только клетка, но и физическое поле, энергоинформационное, которое образуется вокруг хромосом и имеет голографическое строение. Вся информация о прошлом, настоящем и будущем организма содержится в свернутом виде в каждой точке волнового генома. Молекулы ДНК обмениваются этой информацией с помощью электромагнитных волн, в том числе акустических и световых. Сегодня ученые научились накачивать ДНК положительной энергии света и звука. Запуская определенные генетические программы, они стимулируют резервные возможности организма. В результате безнадежно больные выздоравливали и оживали мертвые растения. Так же делаются эксперименты и на людях, добровольцах. Их больные органы восстанавливаются за считанные часы. В то же время сразу сделаю примечание. Человеку бесполезно лечить физическое тело любыми приборами и таблетками без выяснения причин заболевания и их ликвидации. Болезнь на время уйдет, перейдет на другой орган или видоизменится. В том числе может перейти и на психику, что гораздо хуже. Из этих экспериментов ученые пришли к ошеломляющему выводу. ДНК воспринимает человеческую речь. Ее уши будто приспособлены к улавливанию звуковых колебаний. Позитивные слова пробуждают резервные возможности генетического аппарата. Проклятие разрушает волновые программы, а значит нарушает нормальное развитие организма, как своего, так и чужого. Но это еще не все чудеса, которые происходят под воздействием слова. Итого, чистим лексикон, чистим мысли, чистим свою ДНК. Эксперимент с водой, доказывающий силу мысли. Японский исследователь Масаро Эмото нашел способ показать, как изменяется вода под воздействием слов и мыслей. Эмото говорит, что все существующее имеет вибрацию. Написанные слова также имеют вибрацию, то есть идентичный вибрационный код. Каждое слово имеет свой отпечаток, как пальцы на руке. И эта индивидуальная вибрация структурирует вокруг себя определенное физическое поле, ауру. Как он это вычислил? Он делал много экспериментов с водой и понял, что вода является сильнейшим проводником этих вибраций. Брал одну и ту же воду, разделял в разные бутылки, наклеивал на одни емкости хорошие слова, на другие плохие, замораживал воду и рассматривал кристаллы воды под микроскопом. Позитивные слова имеют красивые и ясные очертания, ровные формы. Негативные слова, напротив, производили асимметричные очертания, которые не формируют группы. Кристаллы воды были мутированы и напоминали человеческие язвы. О чем говорят эти эксперименты? О том, что плохие слова разрушают любую жидкую структуру. Человек на 80% состоит из воды. И как вы думаете, что делает человек, который постоянно думает о плохом? Кто постоянно ворчит, ругается, в том числе матом, плачется, что все плохо? Он выстраивает себе программу и структурирует свою физическую форму на молекулярном уровне. Но что самое интересное, он формирует вокруг себя энергетическое поле, которое воздействует на окружение. Есть еще важнейшие новости с полей науки о том, что каждый человек сам себе формирует свое будущее посредством мысли. Торсионное поле. Сила мысли уже доказана в законах квантовой физики. Российские ученые сделали важнейшее открытие. Оно утверждает, что все объекты во Вселенной, в том числе и наши мысли, создают торсионное поле. Что же это такое и как это знание может помочь нам полнее узнать законы мироздания? Академики Г. И. Шипов и А. И. Акимов разработали теорию так называемых торсионных полей. За это открытие в 1997 году Шипов А. Г. был признан научным сообществом США человеком мира. Есть ли тонкий мир? Четкое математическое описание тонкого мира, подтвержденное экспериментальными исследованиями, дал российский ученый Г. И. Шипов. В 1967 году, заканчивая Московский университет и выполняя дипломную работу под руководством академика РАН Элва Келдыша, будущий ученый Г. И. Шипов заинтересовался одной из серьезнейших проблем теоретической физики программой единой теории поля, выдвинутой в начале века Эйнштейном. В последние 35 лет своей жизни Эйнштейн пытался сформулировать общую теорию поля, проще говоря, пытался открыть формулу, которая описывает весь мир, а все остальные научные истины вытекают из нее. Но ему не удалось это сделать при жизни. Важнейшей проблемой 20-го столетия занимались выдающиеся умы. Дирек, Картон, Клиффорд, Ньюмен, Пенроуз и многие другие. А решить эту проблему в результате 20-летней напряженной работы удалось российскому ученому Г. И. Шипову. Проблема с созданием единой теории поля получила свое решение в теории физического вакуума, разработка которой была завершена в 1988 году. Теория физического вакуума объясняет весь мир и вещественные тонкие, и все его проявления языком формул и строгой научной логики. Поскольку понятие абсолютного ничто крайне сложно, и никто лучше Г. И. Шипова объяснить его, по-видимому, не сможет, используем дословные его высказывания по этому поводу. С точки зрения формальной логики, абсолютное ничто как бы бессодержательно, и поэтому мы вынуждены его описывать специфическими гуманитарными терминами, такими как «сверхразум», ибо этот уровень со сверхвозможностями, и пока по непонятным нам причинам он способен из себя создавать первоначальные планы. Вот я и определяю его как максимальный устойчивый уровень реальности. И я говорю не о мифическом или гипотетическом явлении, а исключительно о физическом. Все в этом мире исчезает, но этот уровень остается всегда. Он вечен. С него абсолютно все начинается, и им же абсолютно все завершается. Мир высшей реальности, мир планов, законов, отношений между элементами материи. И они, замечу, более устойчивые, чем сама материя. Я утверждаю, есть новая физическая теория, созданная в результате развития представления Альберта Эйнштейна, в которой появился некий уровень реальности, синонимом которого в религии является Бог, некая реальность, обладающая всеми признаками божества. Я утверждаю только это, не более того. Я не знаю, как это божество устроено, но оно реально существует. Нашими методами его познать, изучить невозможно. И потом, наука не доказывает, а лишь указывает на существование Бога. Да она и не претендует на большее. Науку в основном интересует грубая материя. Жизнь – это зеркало или бумеранг? Жизнь – бумеранг. К тому ведется, что отдаете, то и вернется. То, что посеешь, то и пожнешь. Ложью пробьется ваша же ложь. Каждый поступок имеет значение, только прощая, получишь прощение. Вы отдаете, вам отдают. Вы предаете, вас предают. Вы обижаете, вас обижают. Вы уважаете, вас уважают. Жизнь – бумеранг. Все и всем по заслугам. Черные мысли вернутся не током. Светлые мысли – божественным светом. Если не думал, подумай об этом. Открытие торсионного поля объясняет многие понятия, в частности, закон притяжения плохого и хорошего в нашей жизни. Все знают, что мир – это бумеранг или зеркало, что посеешь, что и пожнешь. И это подтверждает наука. Торсионные поля – это микроскопические вихри пространства, которые возникают вокруг вращающегося объекта. Так как атомы и молекулы любого вещества имеют определенный спин, момент вращения, вокруг них возникают торсионные поля и повторяют форму этого объекта. Открытие торсионного поля расставило по местам многое. Например, если объект находился в пространстве и его убрали, то его торсионное поле остается еще надолго. Пример. Если поднести листочек дерева к физическому прибору, измеряющему ауру, и просветить, то вы увидите полный отпечаток. Если отрезать кусочек листочка и опять поднести к физическому прибору, то продолжительное время аура-листочка будет прежней, целостной. Вот почему люди испытывают фантомные боли. Для торсионного поля не имеет значения расстояние. Оно передается почти мгновенно из одной точки Вселенной в другую. Место распространения торсионного поля – физический вакуум и электромагнитное поле. Торсионные поля бывают правозакрученные и левозакрученные, то есть позитивного и негативного заряда. Поля с одинаковым зарядом притягиваются, с разными отталкиваются. Именно это подтверждается жизнью. Мы сами притягиваем те обстоятельства, которые в наших мыслях. Мысль распространяется быстрее скорости света. И самое интересное – торсионное поле передает информацию, причем абсолютно не имеет ограничений по расстоянию и времени. Торсионное поле – это информационный отпечаток объекта. Не имеет значения, в прошлом, настоящем или будущем этот объект находится. Ясновидящие могут видеть его отпечаток в виде торсионного поля. Что самое главное надо понять из теории торсионного поля для применения в жизни. Так это то, что мысль – это торсионная структура. Мысль, как и любой материальный объект, создает торсионное поле. Как это выглядит? Работа мозга создает электромагнитное излучение определенного качества. Что думаем, то и создаем. А излучение создает торсионное поле. Мысль создает информационный отпечаток в торсионное поле, того, на что направлено. Итого. Торсионное поле – это структура, которая, воздействуя на пространство, приводит к возмущению полей и зачатию физической материи. Если человек думает негативно о другом человеке или в общем – жизнь отстой, все надоели, идите вы, то он возмущает вокруг себя пространство, создает облако зла. Все, кто в него попадают, начинают изменяться в соответствии с этим полем. Пример из моей практики. Женщина выходит замуж за мужчину. Он уже был до нее женат. Не пил и зарабатывал хорошие деньги. Начав жить с этой женщиной, он стал пить, а его денежный поток как обрубили. Почему мужчина стал исти себя так? Потому что женщина излучала сплошные претензии и недовольство своим партнерам. Женщина терпела такого безалаберного мужа несколько лет, устала, развелась. И каково было ее удивление, когда ее уже бывший муж нашел другую женщину, женился на ней, перестал пить и опять стал зарабатывать хорошие деньги. А сколько мужчин и женщин выбирают себе в спутнике жизни партнеров, похожих на отца и мать, с негативными моделями поведения? Сплошь и рядом ко мне на консультацию приходят такие клиенты. Свойства торсионных полей – свойства мысли. Имеют голографическую природу. Передают информацию. Имеют высокую скорость распространения торсионных волн, равная 1 миллион умноженной на С, где С – скорость света. С равняется 300 тысяч километров в секунду. То есть практически мгновенно из любой точки Вселенной в любую точку. Имеют высокую проникающую способность. Обладают памятью. Не имеют ограничений в направлении времени. Интенсивность торсионных полей не зависит от расстояния. Торсионные заряды одного направления вращения притягиваются друг к другу. Кто творит вашу реальность? Наличие торсионного поля объясняет и доказывает материальность мысли. А значит, мы все творцы, ибо без мысли мы не существуем. Когда понимаешь, насколько далеко человечество продвинулось с пещерных времен, сила воображения ощущается в полном масштабе. То, что мы имеем сейчас, достигнуто с помощью воображения наших прадедов. То, что у нас будет в будущем, будет построено с помощью нашего воображения. Воображение важнее знания. Знание ограничено. Воображение охватывает весь мир. Альберт Эйнштейн Наш мир изменился. Элементарные частицы ждут команды от наблюдающего. Они меняются в соответствии с их ожиданиями. Экспериментальные данные физиков. Ученые-ядерщики работали с ядром атома водорода, он же протон, и зафиксировали пульсацию частиц протона. Он то уменьшался, то снова становился обычных размеров. Ученые считали это ошибкой, влиянием извне, но в конце концов протон принял новое значение. Было сделано открытие, что частица протона уменьшилась на 4%. Диаметр атома водорода составлял 0,87 умноженное на 10 в минус 15 степени миллиметра. Теперь он равен 0,84 умноженное на 10 в минус 15 степени. Для погрешности разница велика. Все исследования проводились с 1999 года по 2013. Изменилось все. Скорость, вращение, направление, диаметр протона. На первый взгляд, подумаешь, протон изменился. Ерунда. Но вслед за ним поехала вся органика, так как одним из основных компонентов органических веществ является водород. Поменялась плотность материи. То, что считалось в ядерной физике незыблемым, предстало совершенно в другом виде. Словно мы инопланетяне и попали на другую планету, потому что плотность материи стала другой. Эта огромная работа многих научных лабораторий заставила ученых всего мира сплотиться, забыв все распри. Порядка 10 ведущих институтов атомной физики перепроверяли друг друга, но все время приходили к одной новой величине атома водорода. Состоялся квантовый переход. Частица с одного уровня энергии перешла на другой. При этом повела себя как нейтронная звезда. Была большая, стала маленькой. Можно считать, что мы живем на другой планете. Поэтому некоторые физические законы начинают работать по-другому. Рождается иная материя. Элементарные частицы ждут команды от наблюдающего. Они меняются в соответствии с их ожиданиями. Изменилось время, изменились энергия и материя, изменилось наше восприятие, и мы становимся теми многомерными существами, которые были изначально задуманы всеми высшими силами. Как это теперь отражается на нас? Мир стал более отзывчивым. Подумал, тут же сбылось. В наше время надо думать не прежде, чем что-то сказать, а прежде, чем подумать. Потому что очень быстро происходит материализация. Кто-то может говорить, что это материализуем не мы, а какая-то божественная энергия, а мы просто оказались в данный момент, в данной ситуации. Наши наставники и высшие силы смеются над такими умозаключениями. Хотя они также причастны к этому процессу. Они с удовольствием и с юмором помогают исполниться нашему заказу. Ответственность и возможности нам дали сполна. Мы и есть та самая божественная энергия. Мы – подобие высшего разума, его голограмма. И мы повзрослели, перешли на новый уровень развития, сознания и вибраций. Высший разум открыл доступ к нам самим. Теперь мы сами творим свою реальность и наше будущее. Наше будущее на тонком плане пусто. Многие ясновидящие видят пустые окна будущего своего клиента. Оно не прописано. А кому писать? Догадайтесь. Только вам самим. Я, вы, все, кто высказывает намерение. Именно от правильного намерения зависят счастливое будущее. Поэтому нужно думать. Думать, прежде чем подумать. А тем более чего-то желать. Желать себе, близким, нашей цивилизации, нашей планете только лучшего и позитивного. А как обычно думает сейчас человек, творя магию на уровне быта? Представляете, какое будущее сейчас программирует наше человечество, учитывая массовое негативное мышление? И первый новый шаг каждого человека – научиться осознанности, отслеживанию ее тотальному контролю мысли. А что мешает контролю мысли? Прошлый негативный опыт. В психологии это называется выученная беспомощность, устаревшие знания, догмы, шаблоны и стереотипы реакций, ритуалы и суеверия. Кошка перебежала дорогу к беде. Настало время проницательности нового сознания. Все очень быстро трансформируется. Предпочтение только за человеком. Что выбрать и куда повернуть? Выбор за вами. И если человек отказывается допускать или принимать новую реальность, то уже обновленная клетка будет трудиться по старым меркам сознания своего хозяина. Наше сознание держит все. Это буквально, это не образные слова. Академик В. Миронова, биофизик, работала в космическом центре 20 лет. Специализация – закрытые открытия. И здесь самое главное – понять, принять, запомнить и жить, исходя из того, что каждую минуту мы творим свою реальность своими мыслями. И если она, реальность, нас не устраивает, то единственный способ ее изменить – это изменить свои мысли, убеждения, ментальные программы. Как? Ниже приведенные методики вам в помощь. Шаг за шагом вы будете учиться этому искусству создавать свою реальность посредством мыслей и действий. И еще пару слов о тех высших законах, которые уже должен знать каждый. Незнание законов не освобождает от их исполнения. Немного о законах Вселенной. Любовь и мудрость – вот закон Вселенной. Через любовь – спасение человека. Через мудрость – возвышение его. Если какая-то клетка организма начинает оказывать разрушительное воздействие на себя, это называется аутоагрессия. В таком состоянии она запускает программу самоуничтожения. Не удивляйтесь по тому раку или другой тяжелой болезни. Если вы, клетка Вселенной, посылаете разрушительные мысли другому человеку, другой клетке Вселенной, например, ненависть, злость, обиду, зависть, осуждения, претензии, или вы прокручиваете негативный сценарий в голове с участием другого человека, то вы все равно разрушаете самого себя, но уже посредованно. Почему так? Потому что вы частица, клеточка Вселенной, равно как и другой человек, такая же частица этой Вселенной, одного организма. Направляя негативные мысли на другого человека, другую клеточку, вы тем самым отрицаете существование другой клетки одного целого организма. А так как мы все живем в одном теле, то вы тем самым отрицаете самого себя. Важно помнить, что каждая клетка, даже самая плохая, здесь зачем-то нужна. Вселенной видней зачем. Нам неведом высший замысел. Но во время путешествия в Тонкий мир на Совете Мудрецов, если задать вопрос про конкретного человека, то его роль в вашей жизни становится понятной. Вселенная, как главный организм, автоматически начинает выправлять больную клетку, которая работает против своего организма, фактически его травит. И высшее разумное начало начинает учить клетку через болезни, несчастные случаи и прочее, потому что до нее так быстрее доходят, она начинает задумываться. Жизнь учит нас шепотом любви. Но если мы не слышим этот шепот, нас начинают учить рупором страданий. Страдания исцеляют душу. Если клетка не понимает многочисленных сигналов высшего организма, то она не заботится. Ее убирают с плотного плана, чтобы та не отравляла его весь и не отягощала свою карму. Меньше потом отрабатывать в будущем. Душа отправляется домой на разбор полетов этого воплощения. Все просто. Почему Вселенной не жаль человека? Почему она посылает ему обучение через несчастье и болезни? Для Вселенной тела человека не так уж и дорого, потому что душа человека вечна. Реинкарнация уже доказана, и есть серьезные медицинские доказательства этого феномена. Для Вселенной душа намного важнее, и она всеми способами ее стимулирует, кого-то больше кнутом, кого-то пряником, чтобы душа работала не в патологическом режиме, а выполняла свои здоровые функции, работая на благо всего организма. Она заставляет человека продвигаться вперед, помогает личности меняться, эволюционировать, самосовершенствоваться. Помните, человек на Землю приходит для приобретения жизненного опыта и роста души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова